На монгольский язык переведено художественно-историческое произведение писателя Виктора Слепенчука Чингисхан. Совсем скоро с ней смогут познакомиться и первые читатели, хотя произведение написано еще в 1964 году, но для монгольских читателей эта поэма сравнительно новое произведение. Презентация поэмы Чингисхан состоится в июне этого года. Подробности в нашем сюжете. Довольно долгое время к Чингисхану было принято относиться как агрессору. Социалистическое общество обвиняло всех, кто пытался донести правдивую историю народа. Но в 1964 году один солдат советской армии написал поэму «Чингисхан», в которой воспел этого человека как талантливого военного полководца, героического человека и легендарного храброго руководителя. В 1962 году в Монгольской народной республике несколько людей попытались отметить 800-летие Великого Хана, но из-за государственной политики по требованию СССР празднование так и не состоялось. Но отрывки этой истории дошли до ушей Виктора Слепенчука, который тогда в 1964 году служил в рядах вооруженных сил. Обычный солдат, у которого не было даже материалов для исследования, выражая уважение полководцу, который завоевал в свое время Азию и Европу, по зову сердца написал эту прозу. Это произведение впервые было приведено на монгольский язык в 2012 году. Но по сей день у монгольских читателей не было возможности ознакомиться с ним. Один из знаменитых переводчиков Монголии Батбелек привел эту поэму и издал ее в литературной газете. Поэма «Чингисхан» была напечатана в 2011 году в российской литературной газете. Это произведение, написанное человеком другой культуры языка, в скором времени будет представлено монгольским читателям. Часть биографии Чингисхана, включенная в это произведение, написана в художественной манере. Кроме этого, книга содержит художественные иллюстрации. Обложку книги тоже украшает рисунок. В поэме дается зарисовка одной войны. Я знаю Среднюю Азию, Самарканд Бухаров. В то время он занимал большие города Персии того времени. В своем произведении автор показывает только один вечер Чингисхана. В издании книги лично принимали участие монгольские исследователи, ученые и историки. Один из них – доктор-профессор Нямусор. Вместе с писателем Няма они написали благодарственные слова к этой книге. В то время он не смог издать эту хорошую поэму про Чингисхана. Во времена социализма это было просто невозможно. Недавно это произведение было издано на русском языке. Перевели его и на монгольский. Эта проза имеет большое значение. Чингисхан в этом произведении показан очень правдиво. Он выступает не диктатором и завоевателем, а талантливым руководителем. В июне Виктор Слепенчук планирует приехать в Монголию на официальную презентацию поэмы Чингисхан. После этого у всех читателей будет возможность ознакомиться с ней. Кроме этого, издан научно-фантастический роман Виктора Слепенчука «Звездный час». Инг Тувшин, не бояр, а из Монголия.